Добрый день, меня зовут Анастасия Патлай, я театральный режиссер. Сегодня 14 декабря, сегодня день смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. И сегодня же в Верховном суде Российской Федерации рассматривается иск Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации международного мемориала. Эта организация создана в конце 80-х годов благодаря и с помощью участия и усилий в том числе Андрея Дмитриевича Сахарова. И мне кажется, трудно переоценить не случайность этого совпадения и, наверное, некоторый цинизм российских властей. Я в этом вижу, которые назначили день рассмотрения иска о ликвидации мемориала именно на сегодняшнюю дату. Я хочу сейчас прочитать речь Андрея Дмитриевича Сахарова, которую он произнес на учредительной конференции общества «Мемориал», которая открылась 29 октября 1988 года. В Москве. Дорогие друзья, для меня большая честь выступать одним из первых от имени Общественного Совета на этом собрании, на которое собрались люди, глубоко заинтересованные в восстановлении исторической истины и справедливости, прилагающей для этой цели большие личные усилия. История нашей страны безмерно трагична. Мы говорим «сталинизм, преступление сталинизма», вспоминая о миллионах погибших при коллективизации и раскулачивании в результате голода 30-х годов, в тюрьмах и в лагерях, в забоях в Иркуты и Норильска, Колымы, на лесозаготовках, на бесчисленных стройках Сталинской рыбовладельческой империи, в камерах пыток от беззакония и просто бессудных расстрелов. Мы остро сознаем при этом, что сталинизм, беззаконие и террор не ограничиваются именно теми или иными рамками пребывания Сталина у вершины власти, а бросает свою тень на многие и многие события в предшествующий и в будущий период жизни страны. Мы знаем также, что многие жертвы были одновременно сами виновниками и участниками беззакония и преступлений. Фанатизм, идейные заблуждения, ожесточение борьбы, подлость и трусость, чудовищная жестокость и одновременно героизм, самопожертвование, верность и стойкость, великая доброта, великая сила народа – все переплелось в нашей истории. Задача общества «Мемориал» не только соорудить памятник жертвам репрессий, но и создать мемориальный комплекс, центр памяти и изучения всего, что связано с этими страницами нашей истории. Так как она отразилась в судьбах людей, именно судьба людей, уже известных и пока еще безвестных, должна быть в центре нашего внимания. Мы должны организовать блок и хранение архивов, организовать музей, библиотеку, поддержать и объединить многообразные начинания, возникающие во всех уголках страны. Нет ни одного города, ни одной деревни, где бы не оставили своего страшного следа, беззаконие, террор, преступления. И все это должно быть запечатлено в памяти народа. Только память дает возможность народу сохранить свою душу. Сегодня мы должны обменяться опытом, узнать друг друга, принять важные организационные решения, закрепляющие возможности работы нашей позиции в Москве и на местах. Неизбежно встанет вопрос о статусе конференции. Очень важно, чтобы обсуждение этого формального вопроса не заслонило множество конкретных дел. Я думаю, что лучше всего отнести этот вопрос на конец конференции, когда мы будем лучше понимать ситуацию. Я попрошу рассказать о том письме, которое мы послали Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой о поддержке, о том, как он на это прореагировал. Может быть, кто-то из членов оргкомитета об этом расскажет. Аплодисменты. И дальше выступления других людей в будущем, мемориальцев, таких как Олег Орлов. И людей, которые принимали значительно и сделали значительный вклад в создание мемориала. Спасибо большое. Надеюсь, мы отстоим мемориал. И я призываю всех, всех-всех подписывать петицию против ликвидации мемориала на сайте change.org. Это сделать достаточно просто. В два клика вы можете это сделать. Спасибо. 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 Спасибо.